Механизм сработал, обращение к президенту всколыхнуло местную власть, но будет ли эффект? Накануне на сайте Уриндэй было опубликовано видео, в котором жители новых высотных домов по улице Пролетарской рассказывают о проблемах с инфраструктурой микрорайона. К слову, когда два года назад дома были построены покупателям, а ныне жителям, в основном это молодые семьи, обещали полную комплектацию – сады, школы, парки, детские площадки. По факту ограничились дворовыми территориями, но и они хороши лишь на первый взгляд, уверяют жители. В среду вечером с людьми уже встретились представители мэрии и областного правительства, на что горожане могут рассчитывать по закону и по факту, выясняла Екатерина Сдвежкова. Уважаемый Владимир Владимирович, Юрий Александрович, обращаемся к вам от лица жителей домов по улице Пролетарской, 288-2, 288-3. Видеообращение, вызвавшее резонанс и незамедлительную реакцию властей, было записано тут, но до этого свое недовольство инфраструктурой микрорайона выразили более 500 человек, подписавшихся под обращением к главе региона. Но у местных властей оказалось свое видение проблемы, точнее проблемы, в отличие от сотен людей, проживающих здесь, они не видят, и это, похоже, пока в приоритете. Купили сами инвентарь и поставили здесь ворота. Это было сделано не просто так, это было сделано вследствие того, что детям негде было проводить время. Только в наших двух домах по 440 квартир, и еще рядом построено, уже построено, 5 многоэтажек, 17-этажных. Плюс они хотят застроить еще. Вопрос, где, куда, в какой сад будут ходить наши дети? А куда сейчас ходят? Сейчас мы просто возим детей. Возим детей, вот, кто куда устроил, потому что попасть очень сложно, очень большие очереди. Здесь предполагается настолько плотная застройка, и она уже сейчас, как бы, полным ходом движется, вот, что мы сталкиваемся с следующими проблемами. Это парковочные места, это отсутствие школ, отсутствие детских садов. Данный участок принадлежит Федерации, распоряжается ей госструктура, агентство ипотечного жилищного кредитования. Но существует механизм изъятия земли из федеральной собственности под муниципальные нужды, утверждают юристы. Но это, прежде всего, должно быть нужно городу. Что касается правовой стороны этого дела, да, то в 225-м законе, который, собственно говоря, регулирует деятельность СЖК, жилищное строительство среди задач СЖК – это только один пункт. Несколько других пунктов – это развитие инфраструктуры, развитие строительства социальных объектов, парков и совершенствование, улучшение, собственно говоря, благоустройства территории. И порядок там существует. При заявлении, значит, органов власти участок под парки может быть предоставлен. Здесь надо посмотреть, чей интерес, собственно говоря, защищается той или иной стороной. Детские площадки в этом районе есть, зелень вырастет, парковки организованы по нормативам, хотя их не хватает. Порядок изъятия земли из федеральной собственности под нужды населения строго регламентирован. И о том, что это возможно в данном случае, речи и быть не может. Такой ответ нашим журналистам дал начальник департамента градостроительства земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бринев. Муниципалитет должен заявить о необходимости изъятия данного участка для муниципальных нужд. Перечень определен кодексом градостроительным и он закрыт. Это перечень закрытый, то есть исчерпывающий перечень. Это автодороги местного значения, это объекты городского значения, социального назначения, дворцы спорта и так далее. Это объекты обороны, это объекты атомной энергетики и так далее. То есть статус понятия. Вот если нам на этой территории необходимо проложить трассу какую-то, вот необходимо, все, в Генплане есть, в ПЗЗ есть, в проекте планировки есть, это является для них основанием, мы говорим, да, ребят, извините, ничего не будет. Но с 2008 года там дом, жилье, что мы можем здесь сказать? Это раз, во-вторых, а под что необходимо забрать-то вот этот участок? Под футбольное поле. Социальные объекты там не планируются. Добавим, по словам Сергея Бринева, новый микрорайон на улице Пролетарской застроен на 65%. Под детский сад участок выделен еще в 2007 году. Но до сих пор планов на его строительство, тем более даты, нет. Зато, как отметил начальник департамента, в начале декабря будет объявлен аукцион на данный участок земли, где будет строиться очередная многоэтажка.